Мой папа, Малюгин Владимир Степанович, педагог уже в четвертом поколении. Основателем нашей педагогической династии был Нихольский Михаил Гаврилович, который преподавал в Ярополецкой церковно-приходской школе. И следующее поколение, жены, мужья, дети, братья и сестры, все тоже становились учителями. И в общей сложности наша педагогическая династия, педагогический стаж нашей династии насчитывает более 300 лет. 26 августа 1937 года в селе Ярополец Московской области, Волоколамского района, родился мальчик. Родился он в семье педагогов. Дедушка, бабушка и также все прадедушки и прабабушки, его были тоже педагогами. Для себя мальчик решил тоже пойти по этим стопам. В 1959 году он закончил филологический факультет Московского областного института имени Крупской. И по распределению попал в Смоленскую область. Там он познакомился с моей мамой, там родилась я. И мы переехали в город Волоколамск в Московской области. В 1976 году отец переехал и устроился на работу в город Клин, в 15-ю школу, где работал заучим. Он добрый, требовательный. Ну, во-первых, в отношении к себе. Внимательный. У него прекрасное чувство юмора. Он творческий человек. Как настоящий профессионал своего дела, для своих коллег он был не только опытным наставником, но и близким другом. Коллектив, который собирался вокруг него, был настоящей семьей, где все старались помогать друг другу. Как разносторонний человек с широким кругозором, Владимир Степанович на протяжении всей своей педагогической карьеры старался привнести в школу что-то новое, сделать ее лучше и современнее. Не получится, но как получится, да? Значит, ну, Владимир Степанович Малюгин – это уникальная личность, как мне кажется. Это тот редкий образец настоящего русского интеллигента, который сейчас очень-очень нечасто встретишь. Человек огромной эрудиции. Человек, в которой, наверное, нет такой сферы деятельности, в которой у него не было бы познаний. Ну, наконец, это филолог до мозга костей. Человек, который очень любит и ценит русскую литературу. Знаток немецкой литературы, потому что он преподаватель немецкого языка по специальности. Поскольку он еще и учитель истории по совместительству, то он огромный ценитель истории не только в глобальном смысле, но и истории вот той местности, в которой он живет, и истории своего рода. Владимир Степанович всегда очень тщательно относился к подбору коллектива. Случайных людей, мне кажется, на протяжении его директорства в школе, не могу сказать, не было, они появлялись и растворялись куда-то в небытие, потому что действительно он присматривался очень долго к человеку, прежде чем доверить ему судьбу детей. То есть какая-то маленькая нагрузочка сначала была, он смотрел, как человек проявит себя, как он строит взаимоотношения с детьми, с коллегами, а затем уже, если все складывалось, тогда человек становился полноценным членом коллектива. И при нем здесь происходит очень много позитивных перемен. Вот те, кто сейчас в школе работает, мы как-то стараемся до сих пор продолжать сохранять и развивать то, что было начато Владимиром Степановичем. Конечно, я встречала и выпускников, и учителей Воронежской школы, я очень хорошо их всех знаю, и всегда спрашивают про отца, всегда передают ему большие приветы и подобное. Теперь, закончив трудовую карьеру, он не только продолжает много читать, но и делится своими знаниями и яркими впечатлениями из жизни с окружающими. Вот вышел на пенсию и не сидел, сложа руки, а написал вот такую замечательную книгу про свое село Ярополец Московской области и про места, которые связаны с Пушкиным. В планах у него написать еще одну книгу. Ну а о чем она будет, мы узнаем позднее. Мы хотим пожелать Владимиру Степановичу долгих лет жизни, а династии Малюгинах воспитать еще не одно поколение учеников.